Что теперь нужно для того, чтобы построить все-таки множество вещественных чисел? Вообще неплохо бы доказать корректность наших определений по произведениям, сумкам, частям. Что значит корректность? Если у нас есть какая-то фундаментальная последовательность, и она эквивалентна какой-то другой, есть вторая, и это вторая еще какой-то эквивалентна, то складывая в первый, вы получаете последовательность эквивалентную, представьте себе, что есть последовательность А1, А2, А3 и так далее, и последовательность А1, А2, А3 и так далее. И эти две последовательности эквивалентны. Все помнят, что такое эквивалентная последовательность фундаментальная? Что? Что если вы возьмете подчленно разность, то получите последовательность, стремящуюся к нулю. Так? Замечательно. И представьте себе, что если у вас есть последовательность b1, b2, b3 и так далее, которая эквивалентна на последовательности b1, b2, b3, то если, например, здесь вы подчленно сложите, получите индивидуальный плюс, и здесь вы подчленно сложите, то эти последовательности тоже будут эквивалентны. Мы это уже доказывали, по-моему? Нет. Но, во всяком случае, даже если не доказывали, то мне кажется, что это удивительно просто. Или нет? Как вы считаете? Или это какие-то проблемы? Ну, что, ну, давайте уже последовательность не обязательно. Нет. А никто не говорит по пределам. Еще раз. Есть одна последовательность и ей эквивалентная. Есть другая последовательность и ей эквивалентная. Так вот, нужно доказать, что если по-члену сложить, то тоже получатся эквивалентные последовательности. Так же, как мы для целых чисел делали, так же, как мы для рациональных чисел делали. Что нам дано? Поэтому, что если вы берете такую вот разность, а n-ая большая минус а n-ая маленькая, то предел равен нулю. Еще известно, что если вы берете bn-ая большая минус bn-ая маленькая, то предел тоже равен чему? Нулю. Что из этого надо вывести? Нет, вы меня даже удивляете. Неужели это сложно? Ну да. Нужно вывести, что вот этот предел равен нулю. Кто может это быстро объяснить? Конечно, не нравится треугольник. Как обычно берем епсилон пополам, там и там. И когда мы складываем, то треугольник будет меньше, чем вот это выражение. Ну конечно. Конечно. Если вы уже знаете, что с какого-то места это будет меньше, чем епсилон пополам, и это будет тоже меньше, чем епсилон пополам, то складываем и вы получаете, что это будет меньше, чем епсилон пополам. Конечно. Теперь про произведение. То же самое, только а-н-ая, b-н-ая большая минус а-н-ая, b-н-ая маленькая. Это почему предел равен нулю? Опять по большому счету мы это уже сделали. А-н-ая большая, b-н-ая маленькая. Добавили и что? Ну и обратно, в смысле, и противоположная. Да-да, добавили дальше. Если там за скобку, что нужно. И так у нас ограничено сверху. Вот. Поскольку последовательность фундаментальная, то у нас была принципиально важная лемма, что любая такая последовательность ограничена сверху. Согласны? Да. Так, я, кстати, очень боюсь, что кто-то сейчас мог не понять. Поэтому давайте этот момент напомним, ребята. Это очень важно. Это вот еще, пока вы это не понимаете, бесполезно заниматься пределами. Так. Кроме Андрея, кто может выйти, это объясните. Каждая из вот этих четырех последовательностей у нас является фундаментальным. Это дано. А также дано, что ашки маленькие эквивалентны ашкам большим и бшки маленькие эквивалентны ашкам большим. Это дано. А что значит эквивалентно? Эквивалентно? Я уже написал. А. Две последовательности называются эквивалентными. Если почленного, читая из одной другой, мы получаем последовательность, сходящуюся к нолю. Я не думаю, что из 16 человек оказался один выучен. Так нечестно. Так не бывает. Более того, и он скажет, что я говорю. Причем? Он сам себя выучил. Что тебя вообще делаешь. Да? Я сейчас не очень понимаю, что вы хотите. Я хочу. Любви, счастья, радости. Мы уже доказывали, что вы делали. Доказывай, то иди выходи, рассказывай. Миленькая, мы это должны просто сделать еще раз. Тогда это выходил Андрей делать. Часто кто-нибудь кроме него это должен сделать. Но не бывает. В классе один знающий человек. Понимаете? Он вам даже сказал идею. Вставить туда с плюсом и с минусом АН на большое умножить на ВН на маленькое. И это правильная идея. Да. Так вот вы и вынеси. И напиши, милая, с треугольником. Можно я сейчас пока без модуля буду писать? Потом мы поставим. Модуль мы поставим, да. Минус. Минус. Все нормально. Молодец. Минус. Соответственно. А большое. Н. Да. Б маленькая. Очень хорошо. Слюс. Нет. Господи. Надо переписать то же самое, что вы только что написали с минусом. Минус. Минус. Соответственно. Да. Это нормально. Это правда. А большое. Можно вынести за скобку. А здесь наоборот. Нормально. Пишите. Только все-таки не а маленькая. Мне кажется, что это уже другой место. Б. М. Н. Н. Можно вынести за скобку. Минус. 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 Отлично. Теперь я скажу то, что С это вот как раз этот границ сверху. Дело в том, что если каждая из последовательств ограничена сверху, то можно найти общее для всех число. Да. Это не большую число. Есть некое такое число С положительное, которое их всех оценивает сверху. Отлично. Да. Помножить. Ну вот, поскольку мы про это и про это уже все знаем, то мы можем сказать… Ну не все, а знаем то, что они стремятся к нулю. Да. Значит мы можем сказать то, что они меньше какого-то определенного числа. Меньше, чем эпсилон. Меньше, чем… Более того, в качестве эпсила можно взять любое положительное число. Соответственно, все, вот эта константа, а вот эта вот… Значит, это произведение тоже может быть любым положительным числом. Но тебе надо проставить модули, которые мы бы в losing… . Здесь… очень хорошо чудесно замечательно а теперь все-таки конечно конечно в этом месте должно быть не равенство а меньше или равно в этом месте меньше или равно вот почему потому что конечно вам нужно отдельно оценивать одно и отдельно другое то есть смотрите у нас здесь есть сумма двух слагаемых и модуль суммы не больше суммы модулей понятно проблем есть с этим проблем отлично